привет ребята с вами аксёнов андрей и это закат империи это сериал о том как сто лет назад в россии победила революция я рассказываю истории о героях того времени о студентах о министрах о священниках о революционерах его николай втором и о том как все они желали россии светлого будущего этот сериал выпускает студия подкастов либо либо и в этой студии я веду два исторических подкаста один называется время и деньги о роли бизнеса в истории от рюрика до наших дней а второй называется также как этот сериал закат империи но это совсем другое все ссылки в описании этого выпуска в предыдущей серии молодой царь николай александрович восходит на престол у него нет опыта в управлении и многие надеются на перемены в стране рассчитывают на возникновение парламента и на то что в стране будут проводиться выборы но царь сразу объявляет что он будет сохранять консервативную политику своего отца все останется по-прежнему 8 февраля 1899 года идет четвертый год правления николая второго студенты и преподаватели санкт-петербургского императорского университета готовятся отметить день рождения альма-матер юбилей 80 лет исполняется университету но на торжественном собрании сходу что-то идет не так когда речь собрался читать ректор поднялся свист шум гам так что ни слова не было слышно в результате ректор ушел а студенты разошлись по коридорам университета распевая гимн студенчества гаудамус студенческие протесты дело вообще довольно заурядное и тот момент кажется что этот конфликт между ректором и студентами в принципе закончится мирно освистыванием ректора но только не в этот раз в этот раз по всей россии вспыхнут протесты отчисленных студентов будут вывозить из городов поездами а кое-куда даже придется вводить армию университета в то время это просто рассадники либерализма правительство просто не знала чё с этим делать реально студенты очень политизированы они очень легко выходят на какие-то протесты и митинги демонстрации устраивают обструкции какие-то забастовки еще они как бы очень держатся друг друга друг другу очень помогают ну и получается вообще когда неприятно да вот приезжает такой молодой юноша из провинции благонадежный верующий проходит несколько лет он выпускается университета и глядишь это уже атеист и социалист ну если не социалист то уж по крайней мере либерал и вот самая интересная деталь вот в чем как вы думаете куда идут все эти выпускники университетов они не пойдут работать на железной дороге и на заводы инженерами потому что инженеров готовят технические училища они не пойдут в бизнес потому что в бизнесе все занято детьми купцов там единицы пойдут в искусство куда-нибудь или в науку скажем подавляющее большинство выпускников университетов идут работать чиновниками в министерства и разные ведомства то есть это по сути и есть элита империи это те люди которые будут страной управлять и этот трек был довольно обыденным для молодых людей того времени у них не было особенно вариантов свернуть куда-то в стороны но вот в девяносто девятом году произошло событие которое для сотен молодых людей реально для будущей элиты государства просто перечеркнула все их планы на дальнейшую жизнь и одним из таких довольно обыкновенных молодых людей был борис савенков борис савенков родился в 1879 году в харькове одесса свою юность провел в варшаве в семье русского государственного чиновника военного прокурора у него был старший младший брат и еще три сестры и из детства вспоминают что борис был заводилой и даже таким идеалистом вспоминали например что он при входе в столовую пожимала руку всем слугам и это просто супер демократичным по тем временам или вот еще вспоминали что он в какой-то момент стал вегетарианцем и больше того остальных детей тоже убедил последовать его примеру не есть мясо а дети его ну не просто слушались они его обожали борис закончил гимназию в варшаве а гимназия по тем временам и такое очень заткло очень душное такое консервативное заведение с множеством просто тупых правил с телесными наказаниями но гимназия давала одно важное преимущество если заканчиваешь гимназию ты можешь поступить в университет без экзаменов и вот борис поступил в санкт-петербургский императорский университет и уехал в петербург в столицу и там же кстати учился его старший брат александр в горном институте учеба в университете до революции выглядела довольно необычно на наш сегодняшний взгляд с вами специальная рубрика о дореволюционном образовании которую мы делаем вместе с партнером этого сериала с образовательной платформой металлогия во-первых в университетах учились только мужчины считалось что женщинам это не нужно женщины кстати говоря были против образование было платное но не супер дорогим то есть если родители могли позволить своим детям гимназию то и университет они скорее всего могли оплатить хотя на самом деле почти все студенты подрабатывали ну например давали уроки теперь неожиданности расписание не существовало учебных групп тоже и даже разделение по годам обучения не существовало нужно было просто записаться на обязательные курсы и проходить их в своем темпе если хочешь можешь сдавать все обязательные работы и посещать лекции за семестр хочешь можешь растянуть это хоть на три года дело твое учись в своем темпе никаких сессий не существовало тоже экзамены были только один раз перед самым концом перед получением диплома и кстати говоря дипломную работу тоже было писать не обязательно только если ты хочешь получить диплом первой степени что-то вроде нашего красного диплома основа дореволюционного образования это лекции а у нашего партнера у образовательной платформы нетология акцент делается на практических навыках и знаниях в нетологии есть множество курсов самых разных направлений от маркетинга и аналитики до творческих профессий и хобби например есть курс менеджер по маркетплейсам вообще это такой человек который организует поставки анализирует продажи и занимается продвижением товара на различных маркетплейсах на курсе можно научиться работать с озон яндекс маркетом wildberries ламодой сбер мега маркетом и алиэкспресс это максимально практичное образование уже после трех месяцев обучения вы можете выйти на маркетплейсы и запустить свои первые продажи ссылка на курс и все подробности в описании этого выпуска переходите и не забывайте про скидку в 45 процентов по промокоду закат на все курсы образовательной платформы нетология кроме высшего образования и вот в университетах в отличие от гимназии царил прямо настоящий дух свободомыслия для многих даже важнее не лекции разной активности которые проходят между занятиями ну в целом в западных университетах это и сейчас так что это за активности но там какой-нибудь не знаю клуб поэтов они пишут декадентские стихи там спортивный кружок студенты начинают играть в новую модную игру футбол как минимум ты всегда состоишь в своем землячестве то есть вот борис савенков состоит в варшавском землячестве у них есть своя касса взаимопомощи то есть такой общак для своих студентов но он в топе интересов разные политические и общественные движухи разные там не знаю кружки социалистов студенты читают маркса делятся там друг с другом всякими своими идеями так вот интересно то что в российской империи все эти общества тотально незаконны то есть да там футбол вы еще можете играть в целом но вообще-то говоря любые некоммерческие организации любые общественные объединения я не говорю уже про политические партии все это реально запрещено правительство считает так если чет народу будет нужно мы сверху сами все это создадим а вот если люди проявляют инициативу учет сами делают тут все очень подозрительно и даже опасно а поэтому уголовно наказуемо но преподаватели и даже администрация университетов чаще всего смотрят на это сквозь пальцы а иногда даже просто одобряют университет это вообще совершенно независимая институция практически который живет по своим правилам даже полиции нельзя заходить на территории университетах если типа мы не согласны а мы обычно не согласны и вот 1897 год борис александр два старших брата приезжают домой в варшаву на рождественские каникулы из столицы и делятся впечатлениями о столичной жизни и еще своими взглядами борис тогда по взглядам был социал-демократ марксист он был твердым противником террора кровью ничего не решить что нужно делать нужно заниматься политической деятельностью например делать профсоюзы для рабочих что-нибудь такое и вот как мать вспоминала этот приезд слушая их живые смелые речи мы обменивались с мужем горделивыми взглядами в их словах сквозила такая горячая жажда добра такое яркое стремление к правде и свету что возражать нам было нечего и мы чувствовали себя счастливыми видя что из наших детей выйдут хорошие честные деятели полезные граждане нашей родины а в час ночи после приезда сыновей в дом постучали это была полиция полиция перевернула вверх дном всю квартиру государственного русского чиновника обоих братьев задержали и увезли вот чем было дело я постараюсь в двух словах рассказать значит больше тогда это часть российской империи она присоединена к россии около ста лет назад сначала у поляков была какая-то автономия более-менее а потом все автономии их лишили после двух польских восстаний и вот сейчас в это время даже в государственных бумагах не найти слова польша вместо этого пишут западные губернии просто вот есть западные губернии гимназиях например в варшаве обучение на русском языке правительство вообще хочет как бы ассимилировать поляков превратить их в русских но это затея более-менее бессмысленная потому что поляков очень сильно развито национальное самосознание не сопротивляются так вот значит в одном из городов хотят поставить памятник одному генералу который как раз подавил польское восстание и поляки конечно против и русские либералы тоже их поддерживают так вот братья александр и борис занимались тем что писали письма варшавским профессорам в университет с просьбой поддержать протест против установки памятника а эта деятельность общественно-политическая а значит она запрещена законом обоих братьев тогда освободились под сражи по просьбе родителей но из университетов выгнали и отправили в административную ссылку бориса отправили в калужскую губернию в деревню к родственникам административная ссылка это такое типа что-то типа домашнего ареста просто как бы в деревне у родственников но ситуация правда это довольно быстро разрешилась после отбытия половины срока наказания оба брата написали ходатайство об возвращении в университет их обоих простили остальной срок скостили и восстановили в университетах и только поставили одно условие ни в коем случае не участвовать ни в какой общественно политической деятельности и это условие борис конечно же выполнять не стал сразу же просто блин он просто писал письма о том чтобы не ставили памятник а его за это арестовали перевернули в вверх дном квартиру родителей потом сослали еще в какую-то калужскую губернию выгнали из университета короче говоря он сразу же опять присоединился ко всем этим обществом начиная с землячества и заканчивая марксистами и вот через полгода в январе 1899 года борис савенков идет по коридору университета и видят возбужденную толпу студентов которые читают какое-то объявление а объявление гласило 8 февраля в день празднования годовщина основания императорского санкт-петербургского университета нередко происходят со стороны студентов нарушение порядка и спокойствие на улицах санкт-петербурга и в публичных собраниях ну типа просто как студенты празднуют обычно свои студенческие праздники ну они напиваются они поют гудамос в общественных местах пристают к девушкам врываются во всякие кафе и рестораны бегают через дороги тошнят в кустах в общем короче занимаются всем тем что все студенты во все времена во всех странах занимаются на свои студенческие праздники а в честь юбилея университета все это ожидалось конечно в таких в увеличенных масштабах и вот ректор университета решил предупредить безобразие и дальше там в этом объявлении был написан вот что если произойдет нарушение порядка полиция обязана прекратить его во что бы то ни стало закон предписывает также употребление силы для прекращения беспорядков последствия такого столкновения с полицией могут быть очень печальны считаю необходимым предупредить об этом господ студентов и это объявление просто взбесило студентов типа мы взрослые люди мы сами можем решить как нам проводить свободное время вне стен университета во вторых и даже больше того ректор нам чего он прямо что угрожает полиции своим студентам короче это прям реально считалось как оскорбление скоро выяснилось что это объявление ректор вывесил не по собственной инициативе а по просьбе городоначальника и это еще только подлило масла в огонь то есть с какой вообще стати городская администрация лезет во внутренние университетские дела короче следующие несколько дней студенты возбужденно переговариваются общаются собираются на сходках ну и борис саменков конечно с ними тоже и в общем было решено вот что на торжественном юбилейном заседании по поводу дня рождения университета при выступлении ректора все студенты встанут и выйдут из зала новости обо всем этом быстро облетели петербург ну потому что образованная среда в империи в общем-то не очень большая плюс минус все друг с другом знакомы и вот уже светская дама александра богданович записывает в дневнике как к ним вечером пришел город начальник петербурга и рассказывал им что вот типа студенты кажется готовят беспорядки и она пишет дневнике особенное внимание обращено сегодня на дворцовый мост туда стянута почти вся полиция на васильевском острове к дворцовому мосту представлено 150 человек конных жандармов 300 полицейских и такое же число полицейских спрятано в домах чтобы в случае надобности если натиск студентов будет велик подать помощь товарищам но на юбилее все пошло не так самого начала как только ректор начал выступать кто-то засвистел и остальные студенты вместо того чтобы выйти из зала тоже подхватили свист начался шум так что ни слова не было слышно ректор ушел с кафедры а студенты решили чтобы не накалять обстановку и чтобы их не заподозрили в массовых протестах потихонечку уже расходиться по домам причем было решено что они будут выходить маленькими группами из университета по 5-6 человек и уходить в город и вот студенты выходят на улицу и видят что вокруг кордоны полиции им некуда пройти выходят все новые и новые студенты и таким образом получается что полиция своими собственными руками собрала огромную толпу около 1000 студентов они все продолжают и продолжают выходить наконец студенты пошли на прорыв они прорвали кордон и пошли по васильевскому острову до моста чтобы перейти в центральную часть города савенков борис тоже идет вместе с другими студентами а вожаки студенческие пытаются успокоить толпу чтобы она не слишком распалялась и там дальше не очень понятно что произошло кто-то говорил что студенты кидали снежками в полицейских кто-то говорил что полицейские задирали студентов угрожаем нагайками но в общем в какой-то момент один из офицеров крикнул марш марш не повесят же нас из-за этой сволочи студентов полицейские с нагайками врубились в толпу и начали избивать всех подряд причем там досталось и вообще случайным прохожим студенты были разогнаны и так и закончился юбилей 80-летие санкт-петербургского университета и это ребята полный шок весь петербург на следующий день обсуждает избиение студентов дело в том что тогда физическое насилие по отношению к взрослому благородному человеку это просто нечто немыслимое еще екатерина вторая освободила дворян от телесных наказаний и это привилегия очень сильно ценится ну блин просто если тебя повозят перчаткой по лицу то это повод для дуэли а тут полиция бьет нагайками людей ну то есть и просто людей типа рабочих каких-нибудь да а типа будущую элиту империи в общем студенты просто не готовы спускать на тормозах произошедшие следующие несколько дней они регулярно собираются на сходках и пытаются выработать какое-то решение на первую сходку был даже приглашен ректор и ректор вообще сказал слушайте ну я на самом деле по этому делу уже ходил к министру просвещения ходил градоначальнику но знаете давайте типа будем реалистами вот конкретно он им сказал требовать можно всего вы могли бы требовать даже райских птиц но какова их судьба в нашем климате короче ректор предложил решение давайте говорит сделаем так пусть какие-нибудь самые заводилы активисты придут ко мне в кабинет для вида как бы покаяться и мы все спустим это дело на тормозах замнем в общем сходка студенческая встретила предложение ректора гробовым молчанием и было решено вот что начинается забастовка мы прекращаем все занятия в университете а если кто-то из лекторов попытается проводить занятия мы будем их срывать и требования у нас такие во-первых полиция должна принести извинение за избиение а второе правительство должно пообещать что подобное впредь не повторится и резолюция если конкретно была такой существование высших учебных заведений при отсутствии человеческого достоинства является логическим противоречием человеческое достоинство несовместимо с казацкую плетью поэтому мы закрываем университет до тех пор пока не будут даны прочные гарантии личной неприкосновенности и судебной ответственности ее нарушителей большинство преподавателей поддержали студентов но и это еще не все почти все вузы санкт-петербурга тоже присоединились к протестам а теперь вспомним про вот эти все подпольные общества они есть в каждом вузе эти все подпольные общества связаны между собой и вот уже делегаты санкт-петербургского университета едут по всей стране и на местных сходках рассказывают студентам местным о том что произошло в санкт-петербурге 15 февраля к забастовке присоединяется московский университет 17 февраля к забастовке присоединяется киевский университет а в петербурге просто бастуют уже все включая частные зубоврачебные курсы у вас возможно возникнет вопрос а в чем вообще как бы смысл этой забастовки забастовка это же всегда какой-то шантаж должен быть в чем тут шантаж ну типа вы не хотите учиться ну и чё как бы вам сказать ну типа голодовка это в принципе тоже такой себе протест человек сам себе делает хуже ну просто любой протест это способ привлечь внимание если государству не пофигу на своих граждан то на внимание на это будет обращать а у нас тут не просто какая-то одиночная голодовка у нас по всей стране уже бастует 25 тысяч студентов все университеты страны объявили забастовку это забастовка самая крупная в истории империи это самый массовый протест ever николай второй что будешь делать 17 февраля то есть через девять дней после избиения студентов эту ситуацию обсуждают на заседании кабинета министров а министры они почти все и сами бывшие студенты и вообще-то хорошо их понимают например сергей юльевич витте министр финансов самый могущественный человек в империи он свое время держал общак своего землячества и его за это чуть не отправили в сибирь и вот витте подает в кабинет министров записку нельзя не заметить что большинство находящийся в высших учебных заведениях молодежи находятся в том переходном возрасте в котором человек так боится уронить свое не всегда правильно понимаемое достоинство объявление ректора в котором каждый вполне взрослый человек увидел бы лишь простое предупреждение произвело на учащуюся молодежь неблагоприятное впечатление может быть студенты в подобном случае от своего университетского начальства ожидали обращение к чувству их чести а не угрозы наказания и дальше витте говорит вот что ну кажется полиция действительно несправедливо применила силы к студентам и кажется студенты действительно протестуют только против этого ничего антиправительственного они не говорят и между прочим его записку его мнение поддержали еще министр путей сообщения и министр иностранных дел надо просто разобраться и вот николай второй создает специальную правительственную комиссию которая должна разобраться в этой ситуации ну что кажется да протест достиг своего результата наверху создали комиссию и теперь они должны разобраться студент опять собираются на сходку и обсуждать что им делать дальше одни говорят что мы достигли цели нашего протеста давайте возвращаться к учебе а другие среди них активисты и кстати борис савенко в том числе говорят что нет протест надо продолжить до тех пор пока наши требования не будут удовлетворены происходит жаркая дискуссия и в конце концов с перевесом в один голос студенты решают забастовку закончить проблема была в том что хоть правительственную комиссию создали но пока она разбиралась с этим делом репрессии против студентов продолжались первый комитет который студенты избрали для руководства забастовкой был отчислен сразу же в полном составе тогда студенты собрались вновь и избрали второй комитет и кстати говоря среди многих прочих свою кандидатуру выставил тогда и борис савенков и он был избран в этот второй комитет довольно было очевидно что этот комитет тоже выгонят из университета это и произошло 25 марта тогда студенты собрались в третий раз и избрали третий комитет и он тоже был арестован и выслан и тогда студенты опять собрались на общую сходку и постановили забастовку возобновить тем временем правительственная комиссия вынесла свой вердикт они тщательно изучили все это дело и решили что студенты действительно были в своем праве они просто защищали свою честь и ничего не имели против государства полиция неправомерно превысила силу и и и действительно стоит наказать больше того поскольку студенты не виноваты всех отчисленных надо вернуть в университеты а всех высланных из городов вернуть назад но николай второму решение комиссии не понравилось он решил что протесты нужно подавить до самого конца он не хотел показаться слабаком он хотел быть таким же сильным как его отец александр третий и поэтому репрессии продолжились в санкт-петербургском университете общим счетом было отчислено почти треть всех студентов в московском университете пятая часть один из отчисленных студентов из московского университета совершил в бутырке самосожжение после этого на улице просто вышла уже демонстрация и со студентами и с обычными жителями города отчисленных студентов сажают на поезда и вывозят из городов эти поезда по дороге встречают в уездных городах люди на платформах железнодорожных и поют песни приветственные этим студентам и кричат им лозунги поддерживающие а в харькове и в киеве это все происходило в таких масштабах сам пришлось военное положение вводить и вводить туда армию блин армию пришлось вводить в города потому что кому-то не хотелось чтобы студенты на юбилей университета тошнили в кустах и порядок был восстановлен когда осенью университета открыли двери занятия продолжались как и прежде только аудитории стояли полупустые борис авенков был отпущен из-под стражи еще 25 мая но впрочем тогда уже все было понятно и как вы думаете куда делись все эти сотни отчисленных студентов будущее элиты империи они должны были стать чиновниками в госучреждениях и министерствах как их отцы они должны были стать хорошими честными людьми полезными гражданами своей родины теперь им этот путь закрыт и другого пути никакого для них нет но есть правда одно дело в котором они могут проявить себя и это тело благородное дело чести и в этом деле никто не будет спрашивать твой диплом и это дело революции в результате протестов 1899 года государство не просто лишило себя пассионарных и активных кадров она еще сама создала основу элиту будущей революции среди отчисленных в этом году будут многие герои нашего сериала например иван каляев будущий убийца великого князя сергея александровича дядя царя отчислен и выслан например пётр рутенберг правая рука георгия гапона одного из лидеров русской революции отчислен из университета и выслан например георгий хрусталев на сарь другой лидер русской революции про него вид и будет говорить 905 году непонятно кто кого арестует я на саря или на сарь меня и хрусталев на сарь тоже отчислен и выслан в девяносто девятом году и борис савенков после этих событий борис савенков поменяет свои взгляды раньше он был противником террора он считал что кровь ничего не решает но теперь он с головой уйдет в революцию больше того он станет главой великой и ужасной боевой организации социалистов-революционеров одно время он будет самым опасным террористом империи а через много лет семнадцатом году он войдет во временное правительство и таких людей сотни революция началась за субтитры создавал DimaTorzok и Продолжение следует...